Был вечер. Мы качались с моим другом Берой на самодельных качелях. Ты что тормозишь? Голова закружилась? Не, мне пора. Я иду в гости к дедушке. У него сегодня день рождения. И что ты там будешь делать? Там меня угостят тортом, а еще мне дадут пять крон. Тебе что, всегда дают по пять крон на дедушкин день рождения? Ага. Да и вообще всякий раз, когда я прихожу к нему в гости. Ну и ну. А он у тебя добряк. Ага. А я подарю ему большую сигару. Вот бы у меня был дедушка. Чем они вообще занимаются, дедушки? Ну, приглашают в гости, угощают кофе. Еще едят свиные ножки. Шутишь? Да нет, точно. Заливной из свиных ножек их любимая еда. А иногда они берут внуков на озеро. Порыбачить. Ну, почему у меня нет дедушки? Вот ж не знаю. Зато могу показать тебе одно место, где их видимо-невидимо. Там себе и выберешь. Где? Завтра покажу. Ну, мне пора домой. Надо еще надеть белую рубашку, причесаться. Я так быстро спрыгнул с качелей, что доска отскочила и ударила беру. И на следующий день, когда мы с ним встретились, на подбородке у него красовался чистый пластырь. В руке он сжимал рыжую ромашку, которую сорвал в саду Густавсона. Ну что, нормально я выгляжу? Нормально. Пошли выбирать дедушку. Пошли. Мы прошли мимо булочной, откуда пахло свежим хлебом. Мимо рощи, где чирикали птицы. Миновали часовню и, наконец, пришли. Здесь? Угу. Дом для престарелых. Престарелых. Тут полным-полно стариков. Открывай любую дверь и выбирай себе дедушку. Какой темный коридор. Картины не разглядеть. Ты не картину выбирать пришел. Давай в эту дверь заглянем, раз она приоткрыта. О! Вполне подходящий дедушка. В брюках на подтяжках. Кхе-кхе-кхе. Басьян сраскладывает. Да. Но, кажется, я передумал. Не глупи. Зайди и поздоровайся. Здрасте. Любите ли вы свиные ножки? А что такое? Ем ли я свиные ножки? Угу. Да нет, я играю в карты сам с собой. А вы кто такие? Меня зовут Бера. Я пришел вас навестить. Очень мило. Заходите, пожалуйста. Вот. Цветок принес. А-а-а. Это тебе, дедушка. А как ты сказал? Я твой дедушка? Да. Вот я пришел. А-а-а. Раньше не мог. О-о-о. Ну и вырос же ты. А сколько же тебе лет? Семь. Ну и ну. А я сижу один-один ноженек. А тут ты являешься. Ага. А у тебя тоже пластырь на подбородке. А порезался, когда брился. А-а-а. А это кто с тобой? Еще один ночок? Да нет. Это Ульф. У него уже есть дедушка. Здрасте. Нильс. Меня зовут Нильс. Давай твою руку. Вот так. Вот. Ну, вот это моя комната. Часы. Золотые? Золотые. А это чучело птицы. Да. А это лось. Ну, я его еще не закончил вырезать из дерева. А-а-а. Вот. Все, пожалуй. А это фотография тетеньки в шляпе. Да. Фотография. Больше ничего нет. Очень интересно. Ну, что теперь будем делать? У нас тут не очень-то разгуляешься. А дедушка Ульфа всегда угощает его кофе. О, прекрасная идея. Я только шляпу возьму. Пойдем в нашу столовую. Ну, вот. Кофе. Вот булочки. Спасибо, дедушка. Давай я тебе на стол поставлю. Посмотрите. Берти. Угу. Вот. Это мой внук. Его зовут Берти. Он подарил мне цветок. Ай, молодец. Дай-ка мне получше тебя рассмотреть. Да, мальчик вылитый. Ты, Нильс. Ага. У нас с обоих пластыри на подбородке. Ах ты, малыш. Забавный, милый какой. Вот это мой милочек. Нечего его тискать, Тора. Слеза, Бера. Ну, быстро же вы с булочками расправились. Нам пора идти. До свидания, дедушка. Было здорово. Да, да. Приятно, когда тебя навещают. До свидания. Ой, совсем забыл. Что? Когда навещаешь дедушку, тебе обычно дарят на прощание монетку другую. Дедушка Ульфа всегда так поступает. Ага. И сколько же ему дарят? Ну, это обычно две кроны, а в особых случаях даже пять. Ну, значит, за сегодня полагается пять. Бера был очень доволен своим новым дедушкой. Всю дорогу домой он подбрасывал в воздух полученную монетку. На следующий день он снова решил навестить Нильса. Даже дождь его не остановил. Дай я вытру тебя полотенцем. Да не беда. У меня только волосы намокли. А я уж думал, ты мне просто приснился. Давай я тебя ущипну за ногу, тогда ты поймешь, что я настоящий. Ой, правда настоящий. Чем бы нам заняться, дедушка? Ну, в дождь хорошо играть в карты. Слышишь, как в стекло барабанит? Слышим. Только я в карты не хочу. А что это за тетенька в шляпе на фотографии? Она была моей женой. Хотите кофе? Не знаю. Не особенно охота. А вот дедушка Ульфа ходит с ним рыбачить на озеро. Вот как. А я вот не могу с тобой пойти. Почему? А мне нельзя уходить далеко. Не, потеряться могу. Да не знаю я где-то с озеро. Да не беда. Все равно ловится одна мелочь. Пожалуй, булочки лучше. Ну, тогда пошли пить кофе. Жаль, что ничего не вышло с рыбалки. Ну, да я что-нибудь придумаю. Что? Ну, поживем и увидим. На придумывание Нильсу понадобилась не одна неделя. Как-то раз мы пришли к нему, а он стоит посреди комнаты в пальто. Ну, что ж. Ого. Молодые люди. Пора нам подышать свежим воздухом. Дедушка, давай я тебе зашнурую ботинки. А я понесу вашу сумку. А куда мы пойдем? В парк. Какое солнце. А я и забыл, как прекрасен мир. Что? Слышите, птица. Ага. Чувствуете? Аромат. Еще бы. Никогда, ребятки, об этом не забывайте. О чем? Давайте-ка присядем на скамью. А я с этой стороны от дедушки. А я с этой. Давайте мне сумку. Смотрите. Нож с красной рукояткой. Леска. Да. Веревка. Ножницы. Иголка. А нитки. А это что? Шаль. Какая блестящая. И с розами. Когда-то я подарил эту шаль жене. Потрогайте, какая нежная ткань. Мягкая. А легкая какая. Настоящий шелк. Да. Замечательная ткань. Самая подходящая для воздушных змеев. Мы что, будем делать воздушного змея, а? Да, да, да. Сделаем. Каркас из веток обтянем шелком. И как следующее. Все пришьем. Вот. Я буду держать. Да, держи. Я держать буду. А я ножницы, нитки отрезать. Так. Так, так, так. Вот бы мне научиться свистеть. А что это за песенку вы насвистываете, а? Нет, она называется «Увидишь ли ты свистеть, Йоханна». Мою жену звали Йоханна. У нее были рыжие волосы, синие шляпка. А из чего мы змею хвост делаем? Об этом-то я не подумал. Настя, а пожалуй, вот это подойдет. Дедушка, это же твой галст. Из него выйдет отличный хвост. Ни у кого еще не было такого великолепного змея. Жаль только, что запустить мы его не смогли. Ветра не было. Сколько мы не бегали с ним, сколько не подбрасывали. Ничего не вышло. Не беда. Не беда. В другой раз обязательно взлетит. А теперь мне пора возвращаться. Чего-то я устал. Он взял сумку и побрел, не разбирая дороги. Когда мы пришли в следующий раз, Нильс лежал в постели. На столике у кровати стоял стакан с водой, а в нем наш цветок. Только лепестки у него почти все облетели. Ну, как-то пустили змея. Нет. Нет, нет. Мы ждем настоящего сильного ветра. А ты вот лежишь, полеживаешь. Хорошо тебе. Да. Сегодня я, пожалуй, лучше полежу, поразмышляю. Я тоже люблю поразмышлять. А, и о чем же ты сейчас размышляешь? Интересно бы узнать, что ты больше всего любил делать, когда был маленький. А, пожалуй, пожалуй, я больше всего любил воровать вишни. А, уже могли поймать. И высечь, пожалуй. Ой, опасная это была затея. Но увлекательная. А я думаю, хорошо бы мне научиться свистеть. Эй, нетрудно. Смотри, вот так вот. Складывай, а язык должен быть в одежде. Вот так вот. А потом просто дуй. И все. Ничего не выходит. Это поначалу. Надо потренироваться хорошенько. Все получится. Ну, а еще о чем ты размышляешь? Например, почему у тебя опять пластырь на подбородке? И ты порезался, когда брелся. Руки очень дрожат. Значит, тебе нужна помощь. Ульф здорово умеет обращаться с ножом. Он мог бы тебе помочь. Конечно, конечно, я могу. И вот еще что. Что? Когда у тебя день рождения? Надо бы его отпраздновать. Ну, совсем скоро. Может, в следующую пятницу? Ну, да. Вполне вероятно. Ну, мы тогда пойдем. Куда же, куда же. Ага. Не торопитесь. Мы торопились, потому что нам надо было так много приготовить к пятнице. Надо проверить Надо проверить батарейки в фонарике Достать деньги из копилки Денег было недостаточно И мы пустились на заработки Стригли газоны и пололи клумбы с розами в саду у Густавсенов И все время Бера упорно учился свистеть Не выходит и все тут Он тренировался в среду По дороге в табачный ларек, где мы купили сигару Таких я в жизни не видывал Он тренировался в четверг, когда мы входили в булочную Еще в один магазин, ужасно дорогой Даже в пятницу складывая рюкзак Бера пытался свистеть, надувая щеки так Что они становились круглыми и красными, как два помидора Но никакой мелодии у него не получалось Не так-то это просто Может, это самое сложное в жизни Когда мы пришли к дедушке, уже смеркалось Невс сидел на стуле посреди комнаты В лучшем костюме А подбородок совсем зарос щетиной Наконец-то вы пришли А я уж подумал, вы меня совсем забыли Ну что ты! С днем рождения, дедушка! Имею честь поздравить дедушка Нильс Спасибо, спасибо Мы тут тебе стихи Сочинили стихи? Стихи, да Три-четыре Мы с Ульфом дедушку нашли И тут случилось вдруг Что был я просто мамин сын Теперь еще я внук И у меня теперь есть змей С хвостом, как галстук пестрым И я почувствовал себя Теперь немножко взрослым И я теперь учусь свистеть Всем надо дедушку иметь И внуков И внуков надо всем иметь Ну вот А теперь садись Мы тебя будем брить Намылим тебе щеки Щеки намылим Ты теперь похож на торт Со взбитыми сливками Тихо, тихо, тихо Осторожно, Бера Осторожно Ай, давай лучше ты А то бритва такая острая Дедушка и так в прошлый раз порезался Не бойся, нет Все хорошо получается Так А кожа у меня стала гладкой, мягкой Хорошо, хорошо получается Как шелк Ульф Ну? Держи полотенце Дедушка, не вертись Не вертись, дедушка Не вертись Мы вытрем тебе подбородок Готово Теперь можно праздновать Столовая-то, наверное, уже закрылась Наверняка Ну и что с того? Поужинаем сегодня в другом месте Ага Дедушка, надевай шляпу Ага Хорошо Пошли Пошли Куда это вы направляетесь, Нирс? Иду праздновать день рождения С моим внуком Да Его другом У меня сегодня день рождения Не знала, не знала Да, это секрет Поздравляю Ага Желаю хорошо повеселиться Спасибо Только берегите дедушкино сердце ребятки У него с ним не лады У него самое лучшее сердце Ну, чем займемся? Не пора ли перекусить? Найдем где-нибудь тут скамейку Нет Начнем с самого веселого И увлекательного Видишь, дедушка, этот сад Густавсона? А не, ничего не вижу Тут так темно У меня есть фонарик Лучше? Конечно Ну, а теперь иди тихо-тихо, дедушка Постараюсь А то этот Густавсон злой как черт Бери правее, Бера Тут флагшток Осторожно А нам надо мимо кружевника Знаю Тихо Эй Это здесь Здесь Пришли Видишь, дедушка, какая огромная вишня Смотри, смотри Я посвечу на ствол Ягод так много А, только высоко висят Крапкаемся наверх Ну Ничего не выйдет Да, дедушка, не волнуйтесь Без труда не вынешь рыбку из пруда Не волнуйтесь, да Сучки по всему стволу Попробуем Ну вот, вот, вот Вот получается Ноги заражат Да, вот сюда ногу ставь Не подтянуть Может, спустим Не за что Под техничком немного, ребятки Вот так Еще немножко Ну, чусь Дедушка, ну Ну, молодец, дедушка Давай руку Все-таки получилось Здорово, правда? Дедушке Ульфа ни по чем не забраться так высоко Конечно, когда в жизни Ну, пора Приниматься за вишней Объедение Дедушка, сними шляпу Мы туда наберем самых спелых ягод Никогда не ел Таких сладких еще Не ел Моя косточка дальше летит Так, ты и не слезал отсюда Здесь сидишь Словно на небе Отличный у меня дедушка Да, но зато мой лучше рыбачит Ну что, полезли вниз И мы полезли Вот Нильс нащупал ногой уже самый нижний сучок Но тут раздался треск И ног сломал Когда мы подбежали, Нильс неподвижно лежал на земле Как ты, дедушка? А? Нормально Немного полежу Эти стану Кто тут? Темень какая Кто здесь? Проклятие, надо смываться Густавсон вышел Сейчас начнется самое опасное и увлекательное Прячьтесь за куст Так Ветка на вишне сломана Так и знал И косточки валяются Ну, погодите Дедушка, не чешай 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 Ты что? Сожми Попадитесь мне только, негодники Наконец, Густавсон ушел в Освояси И мы отправились праздновать дальше Пошли на поляну перед часовней Бера распаковал рюкзак Достал термос с кофе Булочки, заливной и свиных ножек Которые мы купили в мясной лавке Потом зажег свечи И расставил их здесь и там В небе, словно белые подснежники Распускались звезды Кушать подано Королевский ужин Давайте я вам кофе налью Ну как, булочки? Свежайшие Свежайшие Змеи-то вы Запускали? Нет, все никак не было подходящего ветра Не пора ли отведать свиных нож? Они в желе Мой дедушка их очень любит А я нет Почему? Ну, я А, никто в нашей семье их не любит Но сигары ты ведь любишь, правда? Ну, сигары, это другое дело Ольф, доставай Сигара Да Да Подарок от нас двоих А вот это Только от меня А что это там? Галстук 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 Настоящий шелк Страшно дорогой А? Вот у меня какой Внучек Нашел А у меня дедушка Мы засобирались домой Но дедушка Нильс устал И не мог идти Тогда я сбегала в дом престарелых За креслом на колесах Мы усадили дедушку И покатили назад А он всю дорогу нас свистал Ну как, Бера, ты научился все издеть? Не совсем Ну, в следующий раз покажешь Как у тебя выходит Ладно Пищаю После того вечера Я долго не встречал Беру Но как-то раз набрел на него Он сидел под деревом И старательно складывал Губы трубочкой Ну что, пошли? Проведаем дедушку? Нет Сначала я должен научиться свистеть И он снова принялся надувать щеки Я ушел Пусть себе упражняется Тренировки заняли несколько недель Наконец, когда похолодало И пожелтели листья На вишне в саду Густавсона Бера вдруг объявился Глаза усталые, но счастливые Он двинул меня кулаком в плечо Пошли к дедушке Он бежал всю дорогу До самой Нильсовой двери А вот и я А где же дедушка? Вышел, наверное Смотри, ни золотых часов Ни чучела птицы Ни фотографии тетеньки В синей шляпе Да, странно Может он в столовой Пошли Мальчики Здравствуйте Здравствуйте Хотите кофе, мальчики? Нет Мы ищем дедушку Его здесь больше нет Он покинул нас Может он заблудился в парке? С ним это случается Дедушка теперь на небе В субботу с ним Можно будет попрощаться в часовне Пустите! Пустите! Я как раз научилась свистеть Пустите меня! В субботу поднялся сильный ветер Он гудел в кронах деревьев Высоко в небе летали облака Вера шел за мной Он был в нарядной яркой рубашке А волосы причесаны и приглажены Мы пробрались в сад Густавсона И сорвали там Самую красивую розу В часовне Все уже началось Один дедушка играл, что есть силы на органе А на скамье сидели тетя Тора И еще кое-кто Все смотрели на белый гроб Что стоял посреди комнаты Когда осмолкла музыка Появился священник Нильс был счастливым человеком Особенно в конце жизни Мы все любили его Он не был одинок Хоть у него и не было родственников Он же был мой дедушка А теперь? А теперь я посвящу Бера свистел И его свист разносился По всей часовне Он свистел Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? Мы вышли на улицу Ну как? Здорово Можешь быть доволен А я и доволен Нам было весело вместе Автобус дедушка отъезжает Давай помашем ему Ну, а что теперь будем делать? Пойдем запустим воздушного змея Сегодня ветер подходящий